уважаемые гости компания кодерлайн приветствует вас сегодняшняя встреча посвящена малоценным основным средством и вы видите на экране наши контактные данные наш электронный адрес наши телефоны телеграм-контакты и адрес нашего сайта если у вас например по какой-то причине вам оказалось неудобным проведение время время нашей встречи вы можете вернуться немного позже по адресу на наш сайт и мы выкладываем все записи возможно у вас еще какие-то материалы заинтересуют мы будем очень рады оказаться вам полезными сегодня мы с вами поговорим программа нашего вебинара выглядит вот таким образом и мы поговорим про достаточно вызвавшие много вопросов много сложностей два фсб у 6 и 26 на самом деле переход на них был достаточно в общем там резонансным но тем не менее несмотря на то что бухгалтерам пришлось в свое время достаточно сильно помочь на этом в общем-то эпопея не закончилась и были внесены еще дополнительные изменения конкретно в 26 фсбу и сегодня мы тоже затронем эту тему сроки применения это уже фсбу достаточно давно действующие с 22 года ну и естественно поговорим про перечень затрат про отражение ремонтов про отчетность которую мы с вами можем посмотреть в 1с ну и повторюсь мы с вами будем смотреть на примере 1с ерпи и построено наше взаимодействие будет таким образом то есть какие-то нормативные материалы мы будем смотреть по слайдикам и будем переключаться на демо базу что я сейчас делаю вот таким вот образом и смотреть то о чем мы поговорили и соответственно какие-то какие-то движения какие-то действия выполним с вами уже на демо базе я снова переключаюсь на наши слайды и сейчас подвинуть вот так что не мешалось и не начнем немножко с теории то есть как я уже сказала 26 фсбу достаточно четко конкретизировала требования которые предъявляются к капиталовложениям то есть это выведено в отдельное фсбу и приказом минфина 30 мая 22 года у нас были внесены еще изменения уже действовавшие на тот момент фсбу и вот эти изменения нам обязательно надо учитывать в этом году потому что у нас действия некоторых нормативных актов начинаются в двадцать четвертом году еще немножко так сказать теоретической информации то есть 26 фсбу у нас соответственно содержит требования которые теперь предъявляются к капитальным вложениям то есть у нас в этом фсбу перечень затрат перечень затрат которые формируют стоимость основных средств и естественно которые в общем-то мы имеем право признать при формирование стоимости то есть у нас практически входит перечень затрат достаточно расширен и эти затраты мы включаем в фсбу но кроме этого у нас включаются также и скидки и льготы ну то есть достаточно много тонкости но если в ходе к обложении мы получаем какие-то материально-производственные запасы которые мы собираемся уже однозначно продавать или использовать то в этом случае такие затраты мы из кап вложений исключаем и как вы знаете у нас в этом случае мы обязательно должны проверять капитальные вложения на обесценение то есть чтобы реальная стоимость соответствовала отраженным затратам и уже после того как вот мы сформировали с вами на 0,8 счете стоимости то соответственно мы уже документами передачи в эксплуатацию вводим в эксплуатацию основное средство но как быть если у нас основное средство не попадает в определенные критерии раньше была четко действующая четко действовавшая ситуация когда у нас устанавливались законодательно лимиты стоимости основных средств сейчас после введения этих фейсбл у нас стоимостная оценка отсутствует осталась только оценка длительности использования то есть если у нас основное средство и длительность использования не менее 12 месяцев то мы можем его относить к основным средствам при этом мы должны учитывать что действует еще 5 фейсбл которое на год раньше принято введено в эксплуатацию то есть фейсбл запасы и вступило оно в действие на год раньше то есть с 21 года и в соответствии с этими фейсбл и 5 и 26 и 6 соответственно мы должны были провести первоначальное мероприятие и все основные средства которые не попадают под эти критерии можно было списать единоразово при введении в действие этих фейсбл теперь у нас с вами не учитываются в составе капитальных вложений ну первое это если мы сделали какие-то расходы принесли затраты которые датируются до момента регистрации конкретного основного средства то есть у нас должно быть принято решение о создании приобретении либо модернизации основного средства если мы понесли затраты которые датированы более ранними периодами то мы их уже не включаем в затраты а второе затраты на внеплановые ремонты если эти внеплановые ремонты связаны с неправильной эксплуатацией с поломками то есть с нарушениями каких-то условий хранения применения основного средства и еще один пункт то есть затраты которые связаны с ненадлежащей организацией формирования капитальных вложений то есть какие-то сверх нормативные затраты которые например брак которые теперь не включаются в состав затрат на формирование стоимости то есть расходы на приобретение инструментов инвентаря приборов спецодежды спецосназки ну и так далее если они не относятся к амортизируемому имуществу мы имеем право теперь производить как материальные расходы то есть соответственно стоимость имущества мы уже списываем не в порядке начисления амортизации а единоразово в полном объеме в момент ввода в эксплуатацию в этом случае напомнить вам хочется вот такую табличку то есть эта табличка касается применения ФСБУ 6 и 26 то есть это мы с вами поговорили о том что эти ФСБУ обязаны применять в общем-то все организации посмотрим вот такой слайдик то есть 26 ФСБУ это применение стоимостных требований к отражению основного средства у нас могут не применять только организации бюджетной сферы коммерческие организации применяют всегда если мы выполняем работы по модернизации по улучшению средств производства для других организаций то есть в этом случае мы оказываем услуги и если мы приобретаем и создаем активы для продажи еще есть один критерий то есть если организации имеют право ввести упрощенный учет и сдавать упрощенную бухотчетность то в этом случае они тоже имеют право не применять ФСБУ но это пункт достаточно такой не то что спорный но редко применимый потому что упрощенную отчетность мы можем выдавать в том случае если у нас не было никаких движений денежных средств не производились никаких денежных операций с банками а это практически достаточно трудно трудно выполнимое условие для ведущей деятельности организации то есть мы изначально предполагаем что мы с вами говорим про организации которые действующие которые применяют 26 ФСБУ и соответственно не ведут упрощенный учет капитальными вложениями тоже еще немножко напомним информация то есть что можно считать капитальными вложениями вы видите на экране то есть коротко это все затраты организации которые связаны с приобретением или улучшением объектов основных средств и теперь мы подходим с вами к практически так сказать части вопроса значит сейчас мы с вами посмотрим слайдик то есть нормативные документы настройки которые нам необходимо проверить перед тем как мы с вами начнем работать с малоценными основными средствами которые мы в общем то имеем право списывать на затраты но тем не менее такие средства у нас могут регулярно возникать и что мы должны в этом случае делать ну во-первых несмотря на то что у нас стоимостных критерий критериев нету то есть стоимость основных средств которые относятся к амортизируемому имуществу мы не должны устанавливать но естественно просто так скажем такие вещи не пускаются на самотек и организации в учетной политике устанавливают такие средства такие критерии до сих пор и естественно нам нужно просмотреть что в нашей учетной политике на эту тему мы указали то есть на этом слайдике вы видите что мы предварительно необходимо нам выполнить определенные настройки переходим мы сейчас с вами в демо базу и хочу сразу оговориться мы с вами будем сегодня смотреть на демо базе достаточно свежего релиза одного из последних вот по такой ссылочке мы с вами можем переходить на сейчас вот это делаем чтобы все нам было видно мы можем переходить в меню сервис и настройки это вот такая у нас пиктограммка и здесь мы выбираем с вами информация о программе тогда нам высвечивается вот такое окошко где мы видим сведения о платформе которая у нас установлена и уже конкретно о конфигурации я повторюсь у нас 2.5.19 это одна из последних один из последних релизов и соответственно в нем уже учтены все имеющиеся так сказать новшества то есть и все фсбу которые действуют на текущий момент и соответственно рекламентированные отчеты то есть это в общем то так сказать одна из последних моделей нашего автомобиля уходим отсюда и теперь останавливаемся вот на чем то есть как вы помните у нас практически все разделы работа со всеми разделами начинается через раздел инзе и администрирование в этом разделе мы задаем так сказать грубые настройки и после этого уже переходим в соответствующий подраздел и здесь достаточно много справочников и много информации которую надо вводить или проверять по более тонким настройкам поскольку мы с вами говорим сейчас про внеоборотные активы и учет основных средств нас интересует раздел инзе и администрирование и здесь мы с вами вот у нас заполнение настройок во внеоборотных активах но мы с вами помним что кроме этого мы должны еще проверить меню предприятия выбираем наши организации то есть у меня настройки позволяют вести мультифирменный учет то есть в разрезе нескольких юридических лиц и через меню организации я перехожу в собственные юридические лица открываю карточку организации и в карточке организации нас интересует закладочка учетная политика и налоги и соответственно здесь мы с вами видим вот такую картинку ну то есть у меня юрлицо Андромеда здесь как вы видите не заполнены основные параметры поэтому если я начинаю работать естественно я должна эти параметры проверить и настроить касательно того что будет у меня казаться работа с внеоборотными активами то есть задать по ходу работы но я не буду столько времени тратить на это у нас к сожалению нет возможности а мы возьмем с вами уже заполненное юридическое лицо вот и посмотрим что у нас здесь и здесь уже заполненные учетные политики и соответственно для работы с основными средствами нас интересует ну во-первых система налогообложения и во вторых учетная политика бухгалтерского учета значит здесь мы по гиперссылке проверяем все ли у нас установлено как надо а вот теперь переходим к разделу учетная политика бухгалтерского учета и проваливаемся по гиперссылке в настройке этого раздела и здесь у нас ну во-первых закладочка основной мы отмечаем ведется не ведется восемнадцатая ПБУ а вот теперь у нас есть закладка запасы и здесь мы с вами должны посмотреть то есть то есть списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения мы должны проставить здесь флажок то есть это ведение нашего ведение согласно требованиях наших ФСБУ ФСБУ номер пять и ФСБУ шесть и двадцать шесть и после этого мы должны проверить какие настройки у нас с вами даются на закладочке внеоборотные активы вот по этой ссылке настроить счета учета номенклатуры для корректного списания ТМЦ если у нас этого не было сделано в свое время то здесь мы переходим еще по этой ссылке и проверяем настройки которые даны ну вот конкретно если мы работаем с малоценными основными средствами то мы учитываем это на счете десять ну и соответственно когда мы создаем ДСУ то мы создавали вот такую настройку касательно малоценных основных средств естественно мы в этом случае выбираем счета учета номенклатуры ну и естественно проверяем как вы знаете в связи с внедрением этих ФСБУ учитывать малоценные основные средства или специнвентарь или спецоснастку на десятом счете десятое счет десять ноль девять субсчет мы теперь не обязаны но в принципе у меня настроена ГФУ таким образом мы еще попозже вернемся к настройкам ГФУ и поговорим с вами ну вот мы проверили считаем что у нас здесь все хорошо и можно больше не тратить время на эти настройки и теперь нас интересует закладочка внеоборотные активы и вот здесь как вы видите достаточно много отметок которые мы должны проверить и в первую очередь все наши ФСБУ вести учет основных средств по шестому ФСБУ да мы вынуждены это делать вести учет в соответствии с четырнадцатым ФСБУ это у нас нематериальные активы да это сейчас тоже обязательно вести неокр в соответствии с двадцать шестым ФСБУ да потому что оно теперь обязательно к применению ну естественно мы проверяем с какой датой начисляется амортизация то есть раньше было только у нас был только один вариант когда приняли эти ФСБУ то появилось два варианта с даты принятия к учету это новые новая отметка или с первого числа месяца следующего за принятием к учету такая формулировка использовалась и в предыдущих периодах арендованные средства та же самая настройка и нематериальные активы соответственно мы выбираем дату принятия к учету или первое число следующего месяца и соответственно надо выбрать статью списание расходов здесь мы выбираем из существующих уже в моем случае мы в нашей демо базе настраивали разные статьи расходов естественно в вашем случае вы будете настраивать в соответствии с вашими бизнес процессами но я вот выбрала такое списание нематериальных активов и аналитика для списания расходов по исследованиям то есть соответственно тоже выбираем видите у меня программа ругается потому что я выбрала чисто для того чтобы показать как это делается но на самом деле статья не совсем подходит для данного вида расходов после того как мы настроили вот этот блок то есть закладочка вне оборотные активы я спокойно делаю записать и закрыть и считаю что у меня все сделано но программа на меня ругается и говорит что статья расходов для списания тмц малоценных тмц не указано значит мне надо она с красным подчеркиванием поле с красным подчеркиванием то есть обязательно для заполнения и соответственно в этом случае я перехожу в справочник статьи расходов и выбираю ту статью которая будет использоваться для такой операции ну я выберу вот статья расходов такая и какая будет использоваться аналитика ну в моем случае выберем 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 ну соответственно у меня не отсутствует я не выбирала для данного конкретного примера статью расходов поэтому ну вот так сделаем записать и закрыть то есть я сделала все настройки которые мне предлагалось сделать в разделе инсы и администрирование в карточке организации то есть я отметила что я использую эти фсбу и соответственно я задала настройки которые требовалось теперь я могу смело отсюда уходить и сейчас мы еще посмотрим слайдики перед тем как дальше продвигаться значит мы с вами настроили учетную политику но еще не все настройки выполнили для того чтобы можно было работать дальше и с малоценными основными средствами и с обычными основными средствами для того чтобы продвигаться дальше нам надо с вами зайти в раздел регламентированный учет и настроить ГФУ то есть настроить счета на которых будет отражаться операция по работе с малоценными основными средствами значит напомню это регламентированный учет и группы настроек переходим регламентированный учет и здесь у нас есть с вами настройки и справочники и вот в разделе настройки и справочники у нас есть группы финансового учета и соответственно здесь финансовый учет расчетов доходов номенклатуры и вне оборотных активах то есть мы с вами должны зайти и создать соответствующую группу то есть мы используем кнопочку создать и задаем соответственно настройки которые требуются в этом случае еще раз вернемся к нашим слайдикам и я хочу обратить внимание что мы с вами делаем настройки группы финансового учета номенклатуры и будем делать вот такие настройки то есть наименование и описание соответственно я делаю такое чтобы было понятно для чего эти ГФУ применяются и здесь мы с вами зададим так те настройки которые использовались раньше то есть счет 10.09 это для отражения на складе для переданной продукции мы будем использовать 45 счет товаров пути и соответственно если мы будем передавать это в переработку я поставила 10.07 и отгруженные основные средства малоценные это 45.01 то есть если в случае продажи у нас идет через 91 счет это 0.01 и 0.02 счет ну и соответственно статьи доходов расходов мы указываем соответствующие то есть доходы от продаж и естественно я сделала такие настройки которые применялись раньше до момента принятия этого фсбу сейчас такие настройки не требуются то есть достаточно будет указать счет 10.01 материалы сырье и материалы но тем не менее как пример настройки вот чтобы мы могли с вами это сделать теперь мы с вами вернемся на программу то есть вернемся к демо базе вернулись в демо базу и вернемся к фу номенклатуры то есть при настройках ГФУ вот то ГФУ которое я создала в качестве примера для этого нашего вебинара и мы можем посмотреть здесь я создавала наименование соответственно по гиперссылке значит соответственно на складе я выбрала 10.09 обратите внимание относится к малоценным ТМЦ да я вот здесь должна поставить флажок но если я сомневаюсь у меня есть тематическая подсказка тематическая справка и можно посмотреть что это такое за отметка то есть это обособленное списание ТМЦ выполняется если у нас в учетной политике включена настройка списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяцы приобретения у нас с вами такая отметка стоит то есть при настройке учетной политики я проставила такую отметку поэтому здесь мы тоже смело можем проставить вот такую отметку ну естественно счета учета продаж то есть я могу по каждой ссылке зайти и настроить нужные мне проводки в качестве примера у меня настроены вот такие проводки ну естественно это касается балансовых счетов то есть если мы будем использовать их и если будет требоваться то по каждому по каждой организации мы можем и по каждому складу настроить свои отдельные ГФУ так теперь пока мы отсюда уходим да мы как вы видите то есть ГФУ у меня настроены достаточно много всяких разных естественно для своего примера для своих бизнес процессов вы настраиваете уже те проводки которые у вас согласованы с руководителями финансовых служб снова возвращаемся к слайдикам это мы с вами посмотрели настройку ГФУ и теперь мы с вами можем двигаться дальше и дальше у нас будет немножко теоретической информации поскольку у нас малоценные малоценные основные средства то у нас применяется такой термин как несущественные объекты то есть при введении этих СБУ у нас было достаточно много новых терминов которые не использовались ранее в том числе несущественные объекты поскольку термин существенности мы должны закрепить тоже в учетной политике что касается несущественных объектов при этом независимо от срока их использования то есть это может быть и более 12 месяцев но в этом случае они у нас не будут учитываться как основные средства а будут списываться как обычные материалы в полном объеме в момент ввода в эксплуатацию в отношении таких объектов то есть несущественных которые попадают под критерий несущественных мы можем не применять шестое ФСБУ при этом нужно помнить что несущественные основные средства должны соответствовать вот таким требованиям то есть несущественные основные средства не отражаются в балансе по ним не начисляется амортизация не требуется проверка на обесценение и не применяется поскольку не применяется амортизация не начисляется то и пересмотр элементов амортизации мы тоже по ним не делаем и соответственно в этом случае приходование малоценных основных средств у нас осуществляется обычным документом то есть приобретение товаров и услуг и в этом случае мы уже не делаем ввод в эксплуатацию мы идем по другому пути сейчас посмотрим с вами по какому то есть документ приобретение товаров и услуг которым мы оформили поступление таких основных средств малоценных вот по этой пиктограммке вот на основании мы с вами выбираем документ передачи в эксплуатацию и соответственно этот документ в момент передачи в эксплуатацию списывает стоимость основного средства на затраты а мы с вами получаем документ передачи в эксплуатацию сейчас перейдем на следующий слайдик документ внутреннее потребление то есть соответственно у нас код операции передачи в эксплуатацию и создаем документ внутреннее потребление сейчас мы посмотрим это дело сначала на слайдик а потом перейдем к документу конкретно демо базе то есть мы с вами создаем документ выбираем как я уже сказала передачи в эксплуатацию и у нас с вами формируется документ внутреннее потребление в этом случае мы соответственно заполняем все закладочки у нас есть основные товары и дополнительные но при этом у нас код операции это передача в эксплуатацию соответственно этот документ у нас формируется только в количественном выражении то есть в бухгалтерском учете у нас такое малоценное оборудование будет отражаться на забалансовом счете как вы видите вот mc04 и в обычном учете будет списываться на затраты в данном случае у меня был настроен на 24 счет то есть с 10 счета 10.09 у нас списывается на затраты в момент ввода в эксплуатацию и и потом когда мы с вами делаем закрытие месяца у нас уже автоматически рассчитывается финансовый результат при закрытии месяца и мы уже будем видеть собственно стоимость всех списанных материалов товароматериальных ценностей и в том числе малоценного оборудования сейчас мы с вами снова вернемся к нашей демо базе но перед этим я хочу еще сделать акцент вот на чем как я говорила в начале нашей встречи у нас предусмотрено предусмотрены случаи когда ФСБУ не применяется и этот перечень был дополнен то есть у нас были внесены изменения и здесь нужно четко понимать что предусмотренные этими законодательными актами изменения у нас применяются начиная с бухгалтерской отчетности за 24-й год то есть у нас введены в действия ФСБУ были в 22-м году изменения которые к ним были приняты обязательно с отчетности за 24-й год но любая организация может естественно принять решение о досрочном применении таких изменений то если мы считаем что это в интересах организации то мы можем в установленном законодательстве порядке принять такие изменения до наступления срока обязательного применения но сейчас переключимся с вами на демо базу и так это нам уже не нужно сейчас мы это закрываем чтобы нам не мешалось значит регламентированный учет сейчас еще нам понадобится и внеоборотные активы тоже сейчас мы посмотрим так снова возвращаясь к слайдику которую мы с вами смотрели то есть у нас с вами мы оформили приобретение товаров и услуг обычным документом и теперь будем из этого обычного документа вводом на основании получать другие документы то есть у нас в меню закупки обратите внимание не внеоборотные активы обычной закупки выбираем документы закупки все и вот я вам делала специальный документ чтобы мы на нем могли потренироваться приобретение товаров и услуг то есть на закладочке на закладочке на закладочке основное мы видим операцию закупка у поставщика ну мои организации контрагенты и так далее и закладочка товара у меня заполнена все сведения по ней записаны значит вот эта пиктограмма ввод на основании дает нам большой перечень документов которые мы можем на основании данного сформировать и вот у нас здесь передача в эксплуатацию если я выбираю этот документ то у меня как вы видите внутреннее потребление документ внутреннее потребление и хозяйственная операция передача в эксплуатацию то есть я могу списать на расходы и передать в эксплуатацию мы выбираем передача в эксплуатацию и соответственно заполняем проверяем что здесь заполнено и недостающие красные подчеркивания естественно мы заполняем то есть поскольку передача в эксплуатацию я должна заполнить физическое лицо которому передается это оборудование и заполнить его инвентарный номер поскольку это основная идентификационная отметка которая мне доступна и закладочка дополнительно здесь мы указываем ответственный по умолчанию выбирается текущий пользователь ну и соответственно дополнительная информация которая здесь выбирается самое важное это направление деятельности значит в нашем случае у меня сделана торговая производственная деятельность ну пусть будет это производственная деятельность и это у меня деловой союз сейчас мы откроем и пусть будут инструменты вот так то есть мы заполнили сведения которые необходимы в этом документе и после этого я выбираю провести и у меня формируются обычные проводки я не буду этого делать потому что сейчас мы с вами посмотрим другую и соответственно у меня формируется документ по которому по которому я могу посмотреть внутреннее потребление и мне доступны вот такие отчеты то есть я могу посмотреть связанные документы вот он внутреннее потребление и по этому документу я могу посмотреть проводки которые делают документ при этом как я уже говорила у нас с вами проводки формируются в момент формирования документа закрытия месяца то есть этот документ производит все расчеты сейчас мы перейдем именно уже к этому документу но немножко еще теоретически вернемся в наши стадики немножко теоретической информации то есть мы с вами говорили что конкретизирован перечень случаев когда 26 ФСБУ не может не применяться и достаточно дополнен перечень объектов учета соответственно за 24 год мы можем это принять досрочно в добровольном порядке но само понятие капитальные вложения у нас тоже немножко подкорректировано и теперь значит к капитальным вложениям у нас еще дополнительно относятся источники исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности создание объектов нематериальных активов улучшения объектов нематериальных активов и приобретение прав на определенные виды деятельности то есть чаще всего это лицензии естественно то есть у нас теперь понятие капитальные вложения дополнено вот такими видами расходов и мы можем это если это выгодно предприятию досрочно снять во внимание теперь значит норма о неприменении стандарта тоже была подкорректирована и если мы выполняем работы или услуги по приобретению созданию улучшению свойства средств производства то в этом случае если у нас не возникают исключительные права то мы можем не применять такое и соответственно прописывается что организация которая вправе применять упрощенные способы учета тоже может не применять это мы с вами уже говорили но как я уже сказала это достаточно ну скажем так двусмысленно что ли норма потому что практически не применять применять упрощенную бухгалтерскую отчетность могут предприятия которые практически не ведут деятельности и соответственно требования которые мы обязаны соблюдать при использовании этих новых ФСБУ это общие требования которые относятся не только к этим ФСБУ а ко всем то есть мы должны каждый факт хозяйственной жизни отражать первичным документом это основное требование по неокру то есть введена новая стадия то есть раньше у нас была стадия исследований и не было раньше стадии разработок то есть появилась новая группа в этом случае мы самостоятельно определяем какие у нас стадии и собственно говоря сведения по неокру мы в общем то сейчас подробно рассматривать не будем это просто как иллюстрация к требованиям к изменениям требований которые произошли в ФСБУ то что касается именно учета малоценных объектов то есть мы с вами говорили уже что мы заполняем сведения об учетной политике и здесь у нас малоценные 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 основные средства это средства на которые не начисляется амортизация то есть которые списываются сразу в момент учета и соответственно в этом случае мы с вами можем оперировать всеми отчетами которые находятся в разделе регламентированный учет и здесь у нас с вами стандартные бухгалтерские отчеты то есть естественно мы можем с вами посмотреть обычную оборотно-сальдовую ведомость чтобы у меня уже есть сформированная ведомость соответственно у нас будет выбытие например если я задала в ГСУ настройки счета 10.09 то я буду их видеть сейчас вот 10.09 но единственное что у меня не было операций по этому по этому счету и по этому юрлицу но тем не менее я буду видеть выбытие основных средств и как мы с вами говорили передача в эксплуатацию то есть внутреннее потребление это у нас забалансовые счета отражаются чтобы видеть забалансовые счета мне достаточно в оборот насальдовой ведомости задать настройки то есть использовать кнопку показать настройки и на закладочке отбор проставить флажок выводить забалансовые счета в этом случае я буду видеть что у меня отражается на забалансовом счете так сформировать вот таким образом ну то есть я ставила настройки ГФУ на МЦ 004 то есть вот я буду видеть здесь операции со своими малоценными основными средствами которые будут передаваться в эксплуатацию отражаться у конкретного физического лица в соответствии с настройками которые я задам то есть срок использования или какие-то другие критерии я буду видеть кроме этого у меня у меня есть раздел внеоборотные активы вот в разделе внеоборотные активы у меня собственно находятся все документы по основным средствам то есть не по малоценным средствам а именно по основным и соответственно Вот рабочее место документы по основным средствам здесь я буду видеть оборотите внимание управленческую то есть документы я буду видеть в этом рабочем месте а в разделе отчеты по внеоборотным активам я буду видеть управленческие отчеты, которые недоступны. То есть документы по основным средствам отражают допустим, принятие к учету основного средства выбытия, подготовка к выбытию обычных основных средств. И у меня закладочки здесь, как вы видите, есть документы детализации по основным средствам и по амортизации, начисления амортизации. А вот бухгалтерскую отчетность я вижу в регламентированном учете и, как мы с вами уже смотрели, стандартные бухгалтерские отчеты. В разделе внеоборотные активы отчеты по внеоборотным активам, как вы видите, здесь достаточно их много. Это управленческие отчеты, то есть не бухгалтерские, не налоговые. Ну, естественно, проваливаясь в любой из этих отчетов, я получаю возможности сформировать отчет, настроить отчет, ну, то есть выполнить те работы, которые меня интересуют. ну, допустим, ведомость МЦ в эксплуатацию сформировать. Значит, в этом случае у меня будет отражаться, вот как вы видите, уже переданные в эксплуатацию малоценные в данном случае основные средства. Как я уже говорила, здесь идет только количественные отражения, а финансовые цифры, так сказать, мы увидим при выполнении операции закрытия месяцев. Для того, чтобы выйти с закрытия месяца, нам надо перейти в блок финансовый результат и контролинг, и вот у нас здесь есть рабочее место закрытия месяца. Ну, пожалуй, закрытие месяца это самая изюминка на тортике, то есть это самый комфортный, наверное, если можно так сказать, раздел, поскольку закрытие месяца у нас полностью автоматизированная, значит, и здесь рассчитывается, как вы видите, и себестоимость, то есть в данном случае себестоимость товароматериальных ценностей, которые списываются в эксплуатацию, списываются в производство, и самое приятное, то, что при, допустим, каком-то нестандартном срабатывании у нас, ну вот, возьмем начисление амортизации. Есть вот такие пометочки, то есть гиперссылка поподробнее позволяет посмотреть, а что же у нас здесь было не так. Так. Начисление амортизации. требуется пересчет, начиная с периода декабря 22-го года. Но на самом деле я могу не только здесь видеть, если у меня вот такой отражается вот такой комментарий, то я могу по нему перейти поподробнее и посмотреть, что у меня здесь не так. А здесь у меня с декабря позапрошлого года не выполнен, как следует переход, то есть закрытие месяца не выполнено, но запрещены изменения, то есть запрет редактирования стоит по январь 24-й. То есть для того, чтобы мне программа рассчитала нормально, сделала закрытие месяца, мне надо отменить дату запрета и выполнить операции вот с этого периода. Но это мы просто на самом деле показывали, как устанавливается запрет редактирования, поэтому несбалансированные счета, несбалансированные периоды. Но на самом деле такая возможность есть, мы с вами выбираем окончательное закрытие или можем выбрать предварительное закрытие и в этом случае у нас будет при предварительном закрытии не рассчитывается себестоимость товароматериальных ценностей и соответственно получается несколько приблизительных финансовый результат, а при окончательном закрытии уже рассчитывается себестоимость ТМЦ и соответственно в этом случае получается и производственная себестоимость и все остальные показатели уже конкретно выполнены для предприятия. И как вы видите и финансовый результат и учет НДС, то есть все формируется в автоматическом режиме и есть достаточно много сейчас мы попробуем сделать с вами такую вещь сформировать себестоимость по другому юрлису, где у нас нет такого перекуса, если можно так сказать, у нас с июля вот программа просит все пересчитать. то есть когда все сведения настроены, когда все справочники корректно заполнены, то фактически расчет закрытия месяца происходит в автоматическом режиме и от бухгалтера требуются в общем-то только услуги ну скажем так оператора. То есть нажать кнопочку выполнить операции и просмотреть если здесь на что-то программа ругается, что я что-то забыла например выполнить. Ну в этом случае я беру например что у меня для всех ключевых расчетов есть помощники. Например ну вот если я беру НДС то есть здесь у меня выполнено все хорошо все корректно и стоит зеленый флажок в этом случае у меня есть помощник по учету НДС то есть это вот такой отчет финансовый тоже в блоке финансовые результаты контролинг который практически все аспекты работы с НДС то есть наличие счетов фактур своевременность выписки счетов фактур на все ли документы в которых выделен НДС и счета фактуры выписаны ну то есть как вы видите регламентные операции проверка записи книги покупок книги продаж ну то есть если я запускал помощник у меня видно где какие операции у меня неправильно сформировались или может быть я забыла их сформировать и в этом случае у меня при закрытии месяца получается уже все корректно красивый зеленый сложок мы видим точно такие же помощники есть и по другим разделам а поскольку мы с вами говорили что это учет касательно внеоборотных активов внеоборотных активов то в этом случае у нас с вами есть еще один слайдик последний который мне хотелось вам показать то есть расходы которые разрешили или запретили с 22 года то есть в основном поскольку у нас были изменения в эти ФСБУ у нас произошли в основном расширения скажем так полномочий этого ФСБУ то есть в расходы по НЕОКР например можно включать затраты на приобретение то есть исключительных прав допустим каких-то полезных моделей промышленных образцов и так далее ну то есть были расширены перечни того что мы можем включать и в КАП вложение и в НЕОКР допустим и можем списывать например не только малоценные основные средства мы можем списывать не прибегая к амортизации то есть единовременно списывать стоимость каких-то прав на лицензионные деятельности можем использовать приобретенные права то есть раньше этого тоже такой возможности не было ну и хочу особо отметить что штрафы и возмещение ущерба которые отражаются в убытках то есть пене и штрафы уплаченные в бюджет и вне бюджетные фонды мы не можем учитывать в расходах для налога по прибыли в общем-то еще один интересный момент то что мы с 22 года можем применять инвестиционный вычет который касательно касается дорогой недвижимости и можем включать расходы на создание либо приобретение дорогостоящих объектов имущества то есть это у нас могут быть здания и сооружения например свыше 20 лет сроком использования ну то есть перечень разрешенных расходов достаточно большой мы вот с вами про них посмотрели вот в этом слайдике само понятие капитальные вложения тоже мы с вами посмотрели и мы с вами помним что несмотря на то что ФСБУ было принято было обязательно к исполнению с 22 года у нас в этом году произошли изменения которые мы можем принять досрочно или подождать подождать сдачу отчетности за 2024 год то есть это у нас уже следующий год будет и соответственно годовую отчетность мы будем сдавать бухгалтерскую в марте месяце ну то есть в марте месяце наступит исключительно наступит период когда мы обязаны это применить но мы можем применить это и раньше а теперь я снова хочу с вами вернуться к нашему титульному листу к сожалению мы уже время наше израсходовали и я хочу еще раз остановиться на наших контактных данных наш электронная почта телефоны и адрес нашего сайта то есть если кому-то например оказалось неудобным время то приглашаем посмотреть может быть еще и дополнительно какие-то материалы вас заинтересуют мы выполняем полностью весь спектр работ касательно семейства 1С и внедрения и доработки и расстройки поэтому милости просим к сотрудничеству будем рады оказаться вам полезными и будем рады получить от вас обратную связь то есть возможно какие-то вопросы вас будут интересовать более подробно или какие-то темы вам хотелось бы более подробно рассмотреть на наших вебинарах мы будем и в случае если вы задаете вопросы мы будем уже не так ограничены по времени и соответственно сможем вам более подробно более развернуто ответить на любые вопросы на этом разрешите попрощаться с вами повелать вам хорошего дня всего доброго до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...